друзья с вами илья и канал опасная зона я приветствую вас продолжение прохождения приключенческой игры тайная доктрина прошлой части мы попали в киберпространство и у нас есть две панели для ввода некоего пароля все дверцы закрыты без ввода пароля нам отсюда не выбраться есть всего одна активная записка реконструкция шахматный клуб зачеркнута разгонная машина по типу адронного коллайдера возможно загадка связана с шахматной доской давайте взглянем на нее еще раз с роботом не поговорить и он двигает пешку с е2 на е4 возможно это подсказка давайте попробуем ввести е2 е4 так с е2 и е4 да верно дверца открылась давайте идем дальше ух тут прям матрица какая-то все зеленая здравствуйте а не подскажете ли где профессор выдурал даже он его знает где он сэр спасибо я так и думал а что это за устройство такое это это такая штука один из ранних экспериментов профессора профессора там человек да там находится один мистер бывший некогда известным экспериментатором ему вдруг вздумалось опровергнуть постулаты другого не менее известного мистера о том что никакое тело не может двигаться выше скорости света постулата альберта энштейна его самого но у альберта то в голове был мозг а у этого капуста короче говоря ему захотелось чтобы его раскрутили то есть разогнали до скорости света и как только у него возникла такая идея ее тут же подхватил наш профессор весь в белом и из своей будки объявил я берусь разогнать вас мистер фастер забавно вам то забавно а мне сиди тут и кнопки переключай следи чтобы он там вдруг чего глядя не помер этот мистер очень интересно и что же ну натурально профессору нобелевскую влепили а этот олух болтается тут до сих пор опровергает теорию но он же сидит на месте может быть он движется как то по другому давно он там да вот уже 33 года условились на том что фастер сообщит по рации когда его остановить ну вот они а теперь я жду этого знаменательного события до сих пор молчит да он вообще вряд ли выйдет на связь в ближайшую историческую эпоху почему потому что относительность при такой скорости движения часы фастера и наши показывают время по-разному по нашим часам прошло 33 года а у него там всего несколько минут да он даже очухаться после старта не успел ну а мне что зарплату платят и ладно весьма интересно мистер миддл джо миддл сэр мы с вами нигде раньше не встречались я бы запомнил ясно мы можем как то взаимодействовать с этой машиной в очках виртуальной реальности собака живая шевелится но с ним мы взаимодействовать не можем значит давайте обследовать боковые коридорчики записка в начале я хотел сделать механический шахматный клуб но получаться стала разгонная машина закончив ее я получил клуб виртуальной реальности однако так и не смог установить по какую сторону шлема находится та самая виртуальная реальность ошибка windows здесь нет прохода и тут тупик пойдемте дальше пойдемте дальше выключение вот давайте обрубим им виртуальную реальность а вот спустился вниз чувак исчез там записка не вверх Копыта отбросил. Уважаемый профессор, я надеюсь, что вы когда-нибудь прочтете это письмо. Связь не работает, поэтому я пишу вам. Профессор, эксперимент с моим разгоном провалился, если можно так выразиться. Я не разогнался, все произошло совсем наоборот. Я остался в том же состоянии, что и был. Разогналось все вокруг меня, вся лаборатория, и вы в том числе. Здесь у меня прошло уже 66 лет, что мне еще написать вам? Прожив всю жизнь до глубокой старости, я умер. Чарльз Фастер. Ха-ха, бедняга. С роботом уже не поговорить. Куда нам идти? Остается только назад возвращаться? Здесь дверь закрыта. Похоже, выключатель больше не активен. А, вот есть включение. Ну-ка, ну-ка. Нужен ключ. Угу. Давайте искать ключ. Ключ. Здесь не видно. Здесь вроде тоже нету. Ну что, в таком случае нам остается только назад идти. Ого. Как там искривляется пространство. Ну, вероятнее всего нам сюда идти надо. Ну, вероятнее всего нам сюда идти надо. Этот друг по-прежнему не активен. Так, вот у нас открылась. Вот ключик. Ладно, возвращаемся обратно. Теперь я сижу в кресле. Сквозь пространство. Сквозь пространство. Редактор субтитров. Корректор А.Кулакова 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 И я могу только камерой поворачивать, ни влево ни вправо перемещаться не удается. Интересно, и как долго это будет продолжаться, куда мы пребудем в конечном итоге. Что-то материализовалось слева. Выключатель. Давайте. Стройка. Собака здесь. Здравствуйте. Мистер, вы почему проникли на стройку без разрешения? Кто вы? Я Харви Эдвин. Я ищу профессора Выдурола. Вы должно быть из газеты? Ну что же, строительство идет по плану, этажи уже поставлены. Сейчас мы делаем облицовку. Вы бред строите. Ну зачем же так? Мы строим типовой проект здания по заказу мистера Выдурола. В навеченный график мы строго укладываемся. Все в порядке. Так это прошлое. Нет, мы только начали облицовку. А все остальное уже да, сделано. Но профессора здесь нет, он придет к концу квартала. Сейчас он на островах Зеленого мыса. Вроде. Ясно. Спасибо. Вы с какой газеты? А вам не холодно? Да нет, нормально. Так, что мы должны здесь сделать? В кресло обратно нам не сесть. Давайте прогуляемся. Вот провода куда-то ведут. По кабелям мы и пойдем. Там дальше пустыня вырисовывается. Так, машинка активна. Нужен ключ, ну естественно. Куда ж мы без ключа пойдем? По-моему, я здесь что-то напутал. С совмещением пространства и времени. Профессор. Ну, будка у нас была лифтом в свое время. Опа. И мы телепортировались обратно к строителям. А в другую сторону это работает? Да, работает. Хорошо. К этим ребятам я не смогу пройти? Нет. Что-то совсем непонятно, куда идти. И запрыгнуть я не могу. Может нам удастся оббежать этот проем? Бам-бам. Нет. Телепортируемся. ребята нужен ключ дайте ключ пожалуйста ясно у нас пространственно-временная головоломка нужно что-то найти что-то сделать у вас есть ключ от машины держите спасибо все так просто оказалось давайте телепортируемся обратно включение вот мы открыли проход ребята в картишке режутся простите в чем дело мистер я бы хотел пройти ну и проходи чего стоишь не могу если я попытаюсь обойти вас то упаду в пропасть между стульями и краем доски маловато места фил ты когда-нибудь слышал подобное многое я слышал всякого но это почище ночного горшка охантованного мехом эдди а ты что скажешь нализался он наверное послушай незнакомец я и мои приятели сидим в номере отеля играем в карты и вдруг заявляешься ты и начинаешь вкручивать нам мозги насчет того что свалишься в пропасть вокруг нас ты улавливаешь боюсь что вы заблуждаетесь вы не в отеле ну а где же мы черт побери вы сидите за столом стоящим на доске которая перекинута через пропасть в бре в лабораториях профессора выдрала какого профессора выдрала не знаю что с вами произошло но вы находитесь не там где думаете этот проклятый город полон чокнутых вы только посмотрите заявляется к тебе в номер и утверждает что он балансирует на доске через пропасть вы позволите мне пройти я все равно собирался сходить в гальюн так что можешь пройти но когда ты упрёшься в стену то разворачивайся на 180 градусов и сматывайся оттуда парень договорились исчезают исчезли идем дальше упрёмся ли мы в стену вот в чем вопрос теперь нет я думаю пустыня не просто так нарисовано люк нужен инструмент окей только для больничного персонала ладно запомним аварийный выход не блокировать да нам нужен инструмент чтобы открыть люки это что такое это мы выходим за зону что ли здравствуйте как поживаете здравствуйте благодарю вас хорошо а вы вообще то неплохо простите я вас не вижу где вы я здесь рядом с вами просто я невидимка невидимка да разве в это трудно поверить вовсе нет среди прочего что я здесь видел этот факт не так уж странен да но наша жизнь доставляет нам невидимкам сплошные неудобства я даже не знаю как я выгляжу да это весьма тяжело не видеть себя еще как тяжело особенно бриться неудобно что это за таблички здесь повсюду это указание мест где что-нибудь находится вы помечаете для себя все предметы приходится простите не слышали вы что-нибудь о профессоре выдурали профессор ну как же его все знают у нас он уже много лет помогает нам избавиться от невидимости правда пока все ограничилось лишь расстановкой этих табличек а что вы ищете профессора да я ищу его мне необходимо встретиться с ним по делу хм я с радостью бы привел вас к профессору но дело в том что я не знаю где его лаборатория она прячется где-то здесь здесь да попробуйте поискать быть может она найдется спасибо прошу прощения что не смог быть вам до конца полезен ничего страшного я оставляю вас пойду искать свой дом так видимо нам нужно найти какой-то правильный люк но для начала нужно найти инструмент которым мы сможем открыть люк да инструмент может быть у строителей мы можем вернуться на стройку да 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 так нам нужно что-то типа фомки может надо опять спросить нет фигушки инструмент нам не дадут надо искать самостоятельно лопата нет похоже здесь нету видимо он где-то в пустыне лежит так ну ладно идем обратно что ли у кого машина нет случайно неа придется бегать по пустыне искать монтировку Да, можно начать с краю прям. Нет, тут не видно. Пусто. Ха-ха, роботы противогаза. Кол. Разговаривать они не хотят. План эвакуации. Ну, красным, видимо, отмечен люк, куда нам надо выйти в конечном итоге. И рычаг не активен тоже. Давайте дальше искать инструмент. Нет, это просто декорации. Вот там вдалеке тоже надо проверить точку. Нет, пусто. Да. Да. Я выдернул бы какой-нибудь знак из земли, да им открыл люк. Вот проблема-то. Вот. Монтировка лежит. Отлично. Теперь нужно еще раз заценить план эвакуации и понять, где нужный люк находится. Наверное, бессмысленно открывать все подряд. Наверняка это просто телепорты какие-нибудь. Так, вот у нас угол здания. Угол здания где-то, мне кажется, вот здесь должен быть этот люк. Ну, судя по этому плану, графику. Ну, тут пусто, не видно ничего. Да, телепортируемся. Угу. Еще раз глянем. Нет, здесь отображается, как мне кажется, то место, где мы находимся. Да. Скорее всего нам придется открывать все люки. Люк не открывается. Ну, здорово. Служба доставки. О, локация изменилась. Ясно. Здесь телепортируемся. Значит, нам не в эту сторону. Стоп. Как я сюда попал вообще? Лесенка не активна. А, вот этот люк, из которого я пришел. Окей. Значит, нам в эту сторону. не мешайте, я разговариваю по телефону. Какой. Дверца закрыта. Подняться не получается. Ага, вот лесенка нашлась. Расписание движения поездов. Линия занята. Ну да, там робот трепется к телефону. Так, похоже тут ничего интересного. Здесь написано не входить. Ну что, нам остается только наверх идти. Опа, вышли в город. Бред у нас вниз. Машинка. А ты нам что скажешь? Понятно. Ничего. Он не общительный. Это, видимо, загадка какая-то. Если правая нижняя выключена, что-то опустится. Если левая верхняя выключена, что-то поднимется. Понятно. Сейчас разберемся. Ага, вот есть рычаги. Включаем, включаем. Включаем. Что-нибудь изменилось у нас? Да, похоже, нет. Робот разговаривать не хочет. Так, ну давайте попробуем выключить. Допустим, вот этот. Да, был какой-то звук. Понятно. К чему этот звук относился? А, вот, провод. Провод ослабился. Он был натянут. Возможно, нам нужно натянуть еще больше, чтобы поднять машину. Ну, не знаю. Давайте пробовать. Вот так провод натянут. Если мы отключим вот этот рычаг... Нет, ничего не происходит. А если этот? Вот, звук был. Ага, и у нас открылся багажник. Ясно. Шуруповерт взяли. И к чему он нам? Линия занята. Там робот болтает по телефону. Может, эта дверь откроется? Нет. Ага, мы ему скрутили голову. Теперь он трепаться больше не будет по телефону. И, видимо, освободилась линия здесь на станции. Ну-ка. Здравствуйте, простите. А вы кто? Мы служба доставки. Мы доставляем все, что нужно и когда нужно. А именно такая служба мне и нужна. И не вам одному. В сегодняшнем все более усложняющемся мире нельзя ожидать от людей, чтобы они сами решали свои проблемы. Наша задача снабдить их всем необходимым, чтобы помочь справиться с трудностями. Ваша проблема – это именно то, чем мы занимаемся. Вы занимаетесь своими делами, мы своими. И все довольны. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой. И все же это так. Мне необходимо, чтобы вы доставили мне сюда профессора Выдурала. Слушаю и повинуюсь. Один профессор Выдурал к отправке. И где же наш профессор? Подъедет сейчас в вагончике? Хо-хо-хо. Даже так. Неожиданно. На истребителе. По тоннелям-то кататься. Служба доставки. Мы приносим свои извинения за доставленные неудобства. Но доставка заказчику товара под номером 233 профессор Выдурал не может быть выполнена из-за того, что заказчиком является сам профессор. Служба доставки. Ха-ха. Ого! Я и есть профессор Выдурал? Вот это поворот. И что дальше? Главное, тайна открыта. И, друзья, я предлагаю на этом прерваться. Продолжим в следующей серии. С Вами был Илья и канал Опасная Зона. Счастливо и удачи Вам! Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.